Ну а это уже у нас классика, это взгляд в прошлое и классика ужасов от Самараэми, Зловещие Мертвецы, 1981 год. Это взгляд в прошлое, это великолепная специальная рубрика и классика слэшеров от Самараэми, 1981 год, ребят. Брюс Кэмпл, Эллен Сэндвейси, Ричард Деминикор, Бутти Бэйкер, Терезатюли, Филипп А. Гиллис, Дороти Титперт, Шэрид Картиш, почти картиш, но гадриш. Ну что, по сумме бюджет 350 тысяч, сборы совершенно 2 миллиона 400 тысяч, сборы в мире 2 миллиона, фильмовый, как укупился по тем временам, а очень большие деньги были зрителей. В Америке было 761 тысяча, премьера в мире с 15 октября 1981, это считайте осенью, а что тут считать, так и есть осенний релиз, ближе к 31, ох, а сколько частей впереди нам посмотреть. Мы обязательно посмотрим, вернемся и заценим этот город слэш ржасти. Молодые люди снимают на выходные за городный дом. Как снимают, а не находят. Находится он в непролазной глуши, выглядит мрачно, а кругом не души. Как складно прозвучало, правда? Раньше здесь жил археолог, после которого в подвале остались различные мистические артефакты. Например, книга мертвых, предметы неизвестных магических культов и магнитофон с записью заклинания на непонятном языке. Вот это новости. Ребята запись прослушали. И с наступлением темноты им предстоит встретиться с духами, которых они возбудили. Разбудили. Ну тут уж, ребята, решайте сами, смотреть или нет. Это классика. 7 баллов получает фильм. Ну что ж. Ну что тут говорить. Это Сэм Рэйми. Ну, он любит такие фильмы. Он создавал и продолжение. И Человек-паук у него есть, между прочим. Мы были 81-м друзьям. Попугайте себя ночью. Устаньте себе небольшие бугагахи. В час тридцать. Можно в три часа ночи. Фильм длится в час тридцать. Попугайте себя. Этой ночью. Ну а с вас лайки, подписки на канал, играет и видео. И помощь любая денежка будет очень признательная. Welcome back. Так. Продолжение следует...